здравствуйте дорогие друзья с вами давуд и сегодня мы будем смотреть на две новости которые мое внимание привлекли особенно за последнюю неделю насчет первой новостью является новые контроллеры профессиональные контроллеры для playstation 4 вторая новость совсем новенькая совсем свеженькая из печи горяченькая это фейсбук запускает так называемую game room комнату game геймер ум или game room непонятно комната игр скорее всего и заявляет очень громкое заявление что якобы они будут конкурентами steam мы поговорим об этом позже а сейчас мы начнем с новости которые где-то неделю уже в интернете опубликовано может чуть меньше два новых контроллера на playstation 4 лицензионных значит первый по моему да рейзер рожу райджу ража индийское какое-то название рейзер всем пока игрокам геймер знакомая компания и вот так вот выглядит контроллер что я могу сказать по моему выглядит уебищно по моему отвратительно выглядит какое-то квадратное дерьмо непонятно и ужас по моему отвратно и неудобно слишком широкий непонятно мне не нравится абсолютно рейзерский контроль значит какие у него фишки два дополнительных байпера и триггеры которые можно снимать я так понимаю что их поверх триггеров ставишь контрольная панель спереди вот это вот это не знаю насколько это нужно профессиональным геймерам короче говоря ускоренный ответ как клик мышки два частных профиля которые можно назначать то есть если вы профессиональный геймер и еще ваша жена или ваш брат профессиональная может ваш дедушка или папа то вы можете подходить и просто поменять профиль три с половиной миллиметров ну это было для наушников микрофона это был прохал в простом контроллере аналог снимается который дополнительные сверху такая фигня которую можно купить кстати за два с половиной доллара на простой контроле чтобы вот на playstation ских контроллер у меня что бывало вот эта штучка резинка она стиралась и мне приходилось один раз я поменял контроллер и я уже купил дополнительные такие резинки которые сверху ставятся просто и никаких проблем в общем со всеми playstation системами будет работать playstation 4 системами и выходят в эти в их празднике вот так вот выглядит не знаю мне не нравится дальше у нас есть некон революшен некон команда инженеров работала с профессиональными геймерами чтобы разработать этот контроллер а интересно еще цена кстати не опубликовано ни на один из них но я так считаю что если гайон и иксбоксовский который провалился контроллер который ломается помимо того и который вообще не окупился стоил 150 долларов я думаю что playstation будет стоить примерно так же наверное разница цене у него будет значит это вот некон контроллер вы узнаете это выглядит по-моему знакомо я дам вам три секунды вот они осознали что иксбокс по моему я считаю что иксбоксовский контроллер удобнее чем playstation 4 я фанбои меня наверно растерзает но мне удобнее вот так вот знаете он больше увереннее держится и вот это вот расположение аналогов вот такое да она мне удобно и интуитивнее как-то раз это просто спиздили посмотрите посмотрите это все точно так же они поняли это и осознали что playstation ски маленький контроль у меня playstation 3 с 2007 года ёб твою мать эти два контроллера у меня которые я купил в день когда я купил этот playstation они до сих пор идеально работают playstation 4 я уже четыре ёбаных контроллера поменял с 2013 года и не сказать что я их ебашу об стену или бросаю на на пол и так далее один вообще не заряжается другое эти резинки настолько с ней растерзали что в пух и прах я не могу играть им а другой просто по-моему знаете как правый стикер и я вот так вот я заметил когда я футбол играл фифу игрок вот так убежал потом я зашел в ведьмака и там тоже самое такая же хуйня была почитал интернете до пластмассовое говно вообще дешманское все материалы короче говоря обратно к теме этот контроллер спиджен с иксбокса и мне это нравится мне это нравится в том смысле что я люблю иксбоксовский контроллер опять таки он очень удобный по моему жалко я почти не пользуюсь только когда на пока играю какую-нибудь игру дополнительные четыре кнопочки и прочих это дополнительные веса добавили в контроле чтобы он баланс более сбалансированный был работать со всеми playstation 4 и так далее вот ведь сзади м1 м2 профиля меняет там четыре профиля на этом контроле я так думаю что этот контроль будет подороже потому что я его хочу пока что на эту тему больше по моему новости нет так что перейдем к другой facebook запускает game room аналог стима и называет себя соперником конкурентом вы знаете мое личное мнение фейсбук игры это по моему рак игровой индустрии потому что это просто кежонные геймеры да там у них аудитория это абсолютный ну там тетя лариса которая сидит на работе и скучно на 50 и 50 лет она сидит в офисе делать нехер она сидит и играет candy crash вот это ебаные когда к вам приходили я не знаю вконтакте фейсбуке везде этим нотификации что вас приглашают играть candy crash вас приглашает и да хуйню вот это все вот это дерьмо но фейсбука миллиард больше миллиарда потребителей в стиме там пара миллионов не пара может 20 миллионов я точно не знаю ну короче говоря несопоставимая аудитория и поэтому с тема фейсбук что умно сделала не на кашельных геймеров все эти игры бильярды гульярды candy crash и так далее все было на таких игроков стим же естественно и на таких но и на более таких профессиональных не профессиональных игроков которых в человеческие игры играют не хуету какую-то на где на кухне там надо нажимать и там через пять что возвращаться проверить чтобы готовы или не готовы донатить а вот это вот запускает это будет отдельная аппликация которую я уже скачал вот она вот я и запустил я сейчас с вами окунусь в это и посмотрим я смотрю одно видео новые новости там опубликовали там сказали что там дешманские копии контр-страйка и так далее которые непонятно почему геймеры со стима перейдут на фейсбук чтобы играть control я не совсем понимаю тур давайте пройдем можно по категориям смотреть все игры которые у меня есть у меня игры уже бесплатные видимо это камера нотификации все здесь я не хочу это играть так сразу скажу вам это на понимает старый flash веб-сайты где много игр не совсем хороших игр тут половина это все смесь мобильных игр сисястые зомби где вот это вот по моему critical ops играть сейчас да придется свой профессионал профиль 113 мегабайт игрались единственное что я вижу какой потенциал этого дерьма я вижу это если там будет возможность кому-то играть пока против кого-то кто на ipad и на iphone и так далее тогда да и там какой-нибудь 12-летний ребеночек будет сидеть в зале ожидания у врача его братик будет сидеть там машине с папой и они будут играть я не хочу не хочу они будут вот так вот пальчиками играть потому что вот на такую аудиторию рассчитан рассчитаны были 60 менять управление нельзя я снова прошу прощения быстренько так все чат даже вот так уж не орал давайте попробуем это nokia вот так вот вот Это звуки даже, да? Да, искатры помогу. Искатры. Магазин. Так, я хочу сам геймплей посмотреть сейчас. Я просто не понимаю, зачем люди будут переключаться с контры, которые доступны уже 20 лет на это. Это просто запутает женщин всяких, которые на работе спят играют. Я не пойму, сколько они привыкли, что там надо вот такой цветок. Вряд ли поставить эти кристаллики. В итоге он закончил. Ну что ж, попробуем в один матч и посмотрим, что если это представляет. это контра, ёб твою мать, они даже не будут. А, тут даже награды. Окей. Ладно, я хочу играть. Быстрая игра. Сейчас мы посмотрим, как и кто играет. Надеюсь, мою мамку никто материть не будет. Что он делает? Давай, скажи, заряжай бомбу. А я появлюсь? Так. А, да. Ммм, цифры не работают. Скейп тоже не работает. А прицела нету? Уходим отсюда, попробуем еще одну игру какую-нибудь. Но я просто опять-таки не совсем уверен. Я хочу. Это хорошая идея. Это хорошая идея, чтобы составить Steam конкуренцию. Я только за. Мне кажется, что Steam уже немножко охуел, потому что там никакого контроля над качеством нету. Там Greenlight. Такое дерьмо. Просто забитое всяким дерьмом. И им нужно дать поджопник хороший такой, чтобы был конкурент. Но я не вижу это, чтобы вот это вот было конкуренцией. Армада, зомби-рейс. Столько игр, да? Вы смотрите. Столько игр. Русская тюрьма. Это президент архитект, наверное. Что у меня? У меня еще есть. Castle H. Что это такое? Бета про зомбарей. Что это такое? Короче говоря, это ваш mobile strike тогда. Всё с этим ясно, ребята. я запустил меня все понятно игры делятся тут на три плана я так понял это кэнди краши всякие это дешманские рейсеры это стрелялки такие и вот такие постройки путешествие иисуса зов sky top мегаполис путешествие иисуса ёб твою мать ладно . я хочу чтобы это было более успешно но я не вижу потенциал в этом дерьме тем более составлять какую-либо конкуренцию стиму с вами был давуд оставляйте свои впечатления в комментариях лайкайте подписывайтесь если чем-то недовольно дизлайкайте пишите жалуйтесь всем спасибо пока